Субтитры делал DimaTorzok Вот-вот-вот, падай! Надо чучело! Выходят на центр, бьём! Охота на вехеря сложна именно поисками птицы, то есть этому надо уделить очень большое внимание. Особенно вот в таком варианте, когда поля не убраны. Концентрации птицы нету практически нигде, она рассредоточилась по угодиям. Поэтому вот наша основная задача сейчас найти хотя бы максимально плотный очаг, где собирается птица, чтобы была хоть какая-то охота. Конечно, мы сейчас попали в очень тяжёлую обстановку, но будем из неё выбираться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот они пошли. И часть возвращается. Они тогда здесь сидят? Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замаскируем, а чещула поставим вот так, как и кормился голубь. То есть вот он прямо на этих местах. Скородки устанавливаем сейчас вечера, чещула расставляем с утра. Все, сейчас подготовка и надеемся на хороший результат. Как всегда, при охоте на вяфере мы используем натуральную маскировку. То есть это сейчас ямничок, мы его подробим, который будет служить именно укрытием сверху. Когда будет птица налетать, нам очень важно, чтобы он нас не видел сверху. Поэтому вот этот ямняк мы будем использовать именно для укрытия сверху. Все, ямничок подрубили. Этого нам, думаю, вполне достаточно будет. Все, едем к ребятам. Маскируем скородки и отдыхаем. Готовимся к этому. Солому ходим брать подальше, чтобы не нарушать рельеф так называемой гряды. Как техника шла, оставляя за собой сено. Если сейчас сделать здесь проплешины, то вероятно, мы предполагаем, что птицу это может отпугивать. Поэтому берем солому подальше и также не оставляем там темных зеленых пятен. Чтобы гряда эта шла одинаковая, без ярко выраженных пятен. Сегодня в процессе дня наблюдения за птицей мы подчеркнули очень важный факт. Птица кормится только вот по этим грядам. То есть как шел комбайн, выкашивал пшеницу. Вот по соломе он ходит и клюет колосья. Вот на данном месте, где просто прорастает зеленка, здесь птицы практически нет. Поэтому завтра при расстановке чучел мы учтем этот фактор и будем ставить только на эти гряды. Я думаю, это даст очень положительный результат. Маскировка скротков закончилась. Это самый сложный процесс в нашей охоте. Надеюсь, что вяхери это оценят по достоинству. Сейчас едем отдыхаем, а завтра рано утром встаем, расставляем чучела и ждем птицу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все, мы по темному приехали на наше место. Подъехали на машине, выгрузили вещи, чучела, машину отогнали в лагерь. Легкий туманчик, роса выпала, но для этого мы будем расставлять чучела именно сейчас, чтобы они у нас были сухими. Сейчас последний штрих, расставляем чучела, маскировка готова. Ну, в принципе, и все, и ждем птицу. Вот так вот. Чтобы определить дистанцию, мы сейчас от скоротка читаем около 30 метров. Это будут самые крайние чучела, и, в принципе, вот это все остальное пятак мы будем забивать чучелами. Крайние чучела у нас будут ориентиром. Для нас, на какой дистанции мы можем стрелять. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утро ранее, солнышко поднимается прямо в глаза. Забивает присадку, уже начинает образовываться на проводах. Десятка-полтора-два уже собирается, но смотреть в ту сторону невозможно. Поэтому сейчас будем уже использовать очки. Ну, и ждем птицу, я думаю, сейчас чуть-чуть еще, и будет интересно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идет, идет, Дженни, в чучела-одиночка. Команда будет. Давай. Есть, молодец. Есть, одного взяли, хорошо. Прям в чучела зашел. Так, те поднялись, Андрюш, сиди пока, сиди пока, сиди. Сиди. Пока сиди. Хорошо, он никуда не денется. Посиди чуть-чуть. Заходим тройкой. Женя, слева тройка. Андрюша, Андрюша, сюда, сюда, сюда. Женя, у нас чучела. Сиди. Бьем, давай. Есть. Вот они, они какие. Вот они. Вот такая добыча. Только их вкладываем аккуратненько. И ждем следующих налетов. А они будут обязательны. Видишь, Андрюша? Дим, видишь? Все, налетают, будем бить. Нет, нет, отлично падают. Подожди, подожди, подожди. Давай, Женя. Есть. Ну все, туман рассеялся. Видно птицу издалека. Теперь виден лес, откуда он заходит. Поэтому шансов у нас становится немножко больше, чтобы подготовиться к налету. Вот-вот-вот падает на чучела. Видишь? Есть, молодец. Еще один красавец. Птицу по нашей традиции аккуратненько складываем. Не бросаем ее. Давай, будут налетать, будем стрелять, ребят. Андрей, с твоей стороны сейчас смотри, заходит. Андрюш. Вот-вот. Начала. Еще один налет. Прям маскировка. Ну, идеально, скажем так, потому что птица заходит, просто сразу падает в чучела. Мы даже не успеваем ее увидеть облет. То есть, обычно голубь делает круг, второй. Вот, и видим ее издалека. Здесь прям заходит, она с неба и валится. То есть, уже видим ее исключительно перед чучелами. Ага, все, сел. Пока сидим. Бьем! Есть! У меня тоже 0,5. Больше не нужно сейчас. Да, по поводу сужения. Дистанция достаточно комфортная для стрельбы. Птица налетает очень близко, поэтому у всех сейчас сужение 0,5. Патроны используем номер 7. Вот такие мы используем номер 7. 32 грамма азот. Никогда с этими патронами еще не охотились, но прекрасно все идет. Вот, Андрей стреляет 28 грамм. 7,5, Андрей? 7,7. А, семерка 28 грамм. Вот, тоже очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! Готово! Кремо! Вот подошла к концу наша утренняя зорька. Отличное настроение, прекрасные трофеи. Отличные трофеи. Супер охота. Впереди нас ждет еще вечерка, но с большим сюрпризом. Приехала уборочная техника и начинают убирать это поле. Поэтому никуда мы не денемся, а для нас это будет классный эксперимент. Попробовать поохотиться именно тогда, когда работает техника на поле. А что у нас получится, посмотрим уже вечером. Наша задача, как охотников, не только добыть птицу, но и самое главное, сохранить ее. Мы очень любим птицу готовить. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас самая главная задача ее сохранить. Что мы делаем для этого? Все достаточно просто. В полевых условиях мы должны ее сохранить. Делали из простого пенопласта вот такие ящички. Заранее наморозили лед в бутылках, вот в таких брикетах. Здесь уже этот лед лежит третьи сутки. Сейчас мы птицу спокойно здесь разложим, охолодим ее. Заранее наморозили лед в бутылках. Ну что, выходим мы на вечернюю зорьку. Были очень большие ожидания, но, к большому сожалению, у нас прям возле скротка работает техника, комбайны, убирают пшеницу. Но мы решили все-таки остаться и посмотреть, а что у нас получится. Посмотрим, какой будет результат. Ну что, пришли на вечерку, заряжаемся. Пока подходили, вехер уже сидел у нас в чучелах. Это хорошо. Сейчас чуть-чуть помаскировались. Домаскировались. Ждем птицу. Вот они, Женя, там чучелах, бьем. Готов, готов к этой пустой. Андрюш, твоей стороной. Давай, Андрюха, давай, бей. Вечерочка вроде чуть-чуть почуть началась. Птичка начала мотаться. Погода, правда, портится. Время у нас уже 16.00. Подлетели табунки, небольшие сели. Вот одиночка сейчас хорошо зашел. И до этого еще один одиночка зашел. И того, и другого добыли. Посидим. Если погода даст возможность, не пойдет дождик, то, думаю, еще что-то будет. Выходят на центр. Бьем! Классно! Готов. Вот и подошла к концу наша первая охота на вяхере. Она оказалась по-своему очень интересной, непредсказуемой. А это результат нашей коллективной охоты. Впереди еще весь сезон. Я думаю, что будет очень много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова